Всем привет! Мы решили порешать тактику. И действительно, она сложная. Прошу обратить внимание на то, что у нас первый рейтинг на сайте. Но, к сожалению, не отображается он у нас в топе. Вот смотрите, для примера, у самого главного решателя этого сайта 2,556. У нас 2,576 на 20 пунктов больше. Но я думаю, нужно решить пару задач, и нас обязательно сюда поставят. Да, дело в том, что отображают только те, кто активен в последнее время. А я около недели не решал тактику, может быть, даже больше. Потому что играл на турнире. Двух задач не хватит, но я сам порешаю. Думаю, что если не буду сильно плох, то мы здесь окажемся. Ну вот. Действительно сложная тактика вас ожидает? Вовсе не факт. Что? Нас точно ожидает неинтересная тактика, в которой будет куча вариантов, и в итоге непонятно, чем все это закончится. Нет, ну понятно, что мы должны брать ладью, и потом нам надо точными ходами будет останавливать эти пешки. И мы не сможем это объяснить нашим зрителям, потому что это чисто голый счет вариантов. Которого нет ни одной идеи. Ну, берем ладью, а теперь можно думать. Думать придется долго и тщательно. То есть это эндшпиль, ребята. Да, причем такой, ну... Ну я знаю, как эту пешку точно поймать. Пешку нет, не проблема. Причем это вообще не является на нас целью какой-то. Нам надо как-то приблизить. Идея позиции, и вообще всех подобных позиций, в том, что нам надо каким-то образом давать такие шахи ладьей, чтобы король белых не смог совершить отталкивание плечом. Чтобы наш король подходил беспрепятственно. Но как бы это конкретно осуществлять, абсолютно непонятно. И задача действительно очень сложная. Но обратите внимание, что она имеет прямое приложение к практической игре. То есть такая плица у вас вполне может получиться в партии. В каждой второй партии. Я бы вообще просто не думал. Побил бы вот эту, и побил бы вот эту, и пожал бы руку, получил палачка и пошел домой. Ну это то, что сделали большинство шахматистов, ну там до уровня 2000, скажем так. Даже не стали... Ну, позиции, очевидно, что черные могут как-то выиграть. Очевидно. Ну и ходов кандидатов тоже, собственно, не так уж и много. Ладья Е1 и Ф3. Нет, ладья Е1 бесполезный ход, потому что эта пешка никому не интересна. Ходы кандидаты это ладья Аш-5, шах, ладья Ц1, шах и король Ф3. Какой-то из них выигрывает, два остальных нет. Ну ты, конечно, уже все посчитал. Абсолютно я ничего не посчитал, а за него тут довольно много времени, я думаю. Минут 40. Не знаю пока. Ну давай, плата, давай проверять, что мы... Я на 20 с тобой договорился. Ну, вряд ли это полиция, 20 уложимся. Ну хорошо. Король Ф3, предположим. Ну. Ну Б5, ход единственный, разумный, да? Ну хорошо. Король Е4. Ну мы не берем эту пешку, она никому не нужна. Пешка Е3, она стоит там только для того, чтобы нашего короля поля Ф4 отнять. Чтобы нам было обидно. Да, понятно. От самой пешки никакой поток. Вот смотри, король Ф3, Б5, король Е4. Что делать? Поставить уодю на Б1, побить там уже на Б6. Король Б6, король Е3. Все, разошлись. Я не понял, что ты сказал, но я понял, что ты хочешь сделать ничью. Опять. Не устраивать. Предположим, король Ф3, Б5, король Е4. То есть черный могут сначала включить шаг, но непонятно зачем. То есть король, король Е4. Если белый играет Б6, то это шаг и король Д6. И вот это как раз то, чем надо избежать. Потому что наш король не приближается. А лишние ходы ладьёй, это только король АнЦ7 он поставит, и там уже точно ничья. Лесенка. Да. Вот король Д6, это типовая идея, изобил. Но надо, то есть какой-то момент, надо дать какой-нибудь такой шаг, чтобы ему было неприятно. Вот может быть король Ф3, Б5 ладья, С1, не знаю. И все-таки грань Е4. Б6. Зачем вообще интерес такой тактики? Интересов мало, но это очень полезно. Вот представьте, ребята, вы получили в Блиц вот такую позицию. Вот такую. Вот. Вот просто вы получите. Для Блиц, конечно, никакого толку. Это практически за пределами возможностей человека. Вот именно в Блиц-парте реально здесь понять, что выигрывает, а что нет. Я согласен. Но бывает же не только Блиц. Ну вот короче, если вы получили в Блиц такую позицию, бьёте вот эту штуку, бьёте вот эту штуку, и довольствуетесь ничьей. Не, ну ничья никогда не денется. То есть можно, даже в Блиц здесь надо поискать выигрыш. А вдруг у вас случится какое-то прозрение, и вы что-то здесь посчитаете. Понятно, потому что шансов мало, но почему бы и не попробовать. А что может быть через Аш-5 его отрезать? Ничего. И от черных никуда не убежит, потому что ну всегда можно ладью эту пешку бы отдать в любой позиции. А что побили вообще на Аш-1? Ну, ладья там была. Ты уверен? Солюдно. Вот ты прогадал. Там был ферзь. Что, Б-4? А, белые что побили? Да. Я думал, ты про то, что черные победили. Да. А вот если пешка стояла в Блине на А3 на А4, то есть пешки были бы на начальной позиции? Просто все равно ничья, но у черных общения никаких. То есть на А4? Да. Это все равно было бы ничья, но у черных не было бы никаких шансов. То есть можно было даже не искать выигрыш. Ну, давай идея. Идея, чтобы не пустить крыльян дышать. Можно было сначала шаг дать? Тогда у Белла еще какой-то король-Д5 неприятный ход. И, в общем-то, возить за черных, по-моему, не улучшилось от этого. Не скучнейшая тактика. Король-Еф-3, Б-5. Король-Еф-4. Б-6. Ну, вот как только пешка встанет на седьмую, партия закончится. Не всегда. Иногда там бывают паты, то есть идеи на выигрыш, когда белый проводит фрезя, а черный там захлопывают калитку. Ну, обычно с пешкой А, конечно. Ты имеешь в виду, то есть король там где-нибудь будет стоять на ней? Да, когда белым надо в коня превращаться, и потом этого коня ловят. Известная позиция. Король-Еф-3, Б-5. Король-Еф-4. Б-6. Где Б-1, король-Ц-6. Тогда Б-1. Да, что-то там Никита считает. Но, опять же, здесь просто нечего объяснять. То есть, может, что какой-то влог пробивать там каким-то голым расчетом. Д-5, король-Ц-6. Тут компьютер здесь за одну десятую секунду покажет правильный результат. Ну, толку. Д-5, король-Ц-6. Д-5, король-Ц-6. Д-5, ладья-Ц-6. Д-5, ладья-Ц-6. Д-5, ладья-Ц-6. Д-4, б-6. Нету продолжения. В данный конкретный момент времени, мне кажется, что правильный ход ладья-Ц-1. Хотя я далеко еще не все посчитал. Но идея в том, что после короля в 3, б-5, ладья-Ц-1, белые могут пойти король-Д-6. И на ладья-Б-1 они пойдут уже король-Ц-6. Ну, лесенькую. Вот решающее усиление позиции за них, и ничья будет неизбежна. Если же мы пойдем ладья-Ц-1 шаг, и белые попытаются опять пойти король-Д-6, то мы можем пойти ладья-Б-1, король-Ц-5, и позиция та же самая. У нас ладья вместо бездарничьего поля-H-1 переместилась на Б-1. Ну, усиление позиции, пожалуйста. Да, то там, где надо... Ну, даже там, чтобы посчитать до выигрыша, надо еще кучу времени потратить. Король-Ц-3, б-5. Король-Е-4, б-6. В том варианте. И вот как усиливать, понятно, все равно, молодец, они. Король-Д-6. Опять то же самое. Ужас. То есть он может пойти король-Д-5, но по сладь-Б-1-то ничего не меняет. А если он идет на линию Б, то мы уже успеваем короля подвести. Там даже можно не считать. А если да-H-5? Шаг на H-5? Это возможный ход, как я сказал на самом начале. Три хода кандидата. Но я пока не вижу выгод от него никаких. По идее, ладья должна стоять сзади в таких позициях всегда. Потому что, понимаешь, будет момент, когда нам надо будет давать шахи, если ладья-H-5 пойти сбоку. А король нам же будет мешать эти шахи давать. Потому что надо будет приближать короля. Поэтому я думаю, что правильный ход. Или король-Ц-3, ладья-Ц-1. То есть я практически уверен, что ладья-Ц-1, но не могу пока это оформить варианты. Ладья-Ц-1, король-Д-6. Ладья-Ц-1, король-Ц-5. Ну, король-В-3, вот единственный усиливающий реально позицию. Б-5. Король-Е-4. Б-6. Ему только еще один ход на король-Ц-6, но он его сделает. Что ли нам помешать этому? Ты бы считал это в классику? Почитал бы или считал бы? Считал бы. Считал бы. Алло. Да-да-да. Ну, считал бы. Считал. А посчитал бы или нет, не знаю. Ну, надеюсь, что посчитал бы. А проб... Это зависит... Если сейчас посчитал, значит, в классику посчитал бы. Если сейчас не посчитал, значит, в классику не смог бы. Поэтому я хочу решить эту позицию. Шах-король-В-6, тогда я бы один король-Ц-5. Ну, выжидать никогда ничего не дают. Надо короля вести. Потому что провод вести короля через G4, на F5 сразу. Выгодит очень искусственно. Какая разница, что через F3 ты ведешь? А, так быстрее на F5, да, попадаешь? Ну, просто E4 поле кажется, что оно выгоднее. Но по факту оно может быть наоборот невыгоднее. А на король-G4, E4 мы уже на F5 попадаем, но мы играем король-F4. На E5 приходим, может быть, это какая-то польза для нас. Потому что это ТТП, ее единственная функция, как я уже говорил, это отнять поле F4. Она никаких ферзевых амбиций не имеет. С1, чтобы нам обидно было. Кроль-G4, B5, король-F5, B6. Кроль-E6, ладди откроет C6, ладди откроет C6, ладди откроет C1, король-B7, король-D7, это выигрыш. Король-C2, ладди откроет B1 и выиграли. Да, на данный момент у меня ощущение, что ладди откроет C1, король-D6, ладди откроет B1, король-C5, король-G4, это правильное решение. Ничем не подтвержденное ощущение. E4, король-C4, B5. Да, и после B5 написано, король-E5 играть. Очень важно. Чтобы... Потому что я пишу никакую толку, которую в 158 раз повторяю. Ну, я могу шлёпнуть, но это будет на удачу. Ты хочешь играть ладди откроет C1? Да. Пора. Да. И? Ну, видимо, ладди B1, но можно тут ещё чуть-чуть подумать. Давай, давай. Сразу даёт что-то приближение к королю. Но ладди B1 не может, оно точно не ухудшает нашу позицию, потому что мы всегда сможем повторить. Понимаешь? Понимаешь, для чест-темпа мы не сможем повторить. Сейчас я буду... Я понимаю, да. Может быть, тут поэтому... Я ожидал хода король D6, конечно. После король D6 я точно ничего умнее, чем ладди B1, не видел. А тут, может быть, есть что-то. Хотя, ну... А что поменялось-то? Ну, я... Король ближе к нашему королю. Может, он как-то удачнее отталкивает плечом его. То есть после ладди B1 та же самая позиция, точно. Ему в целом придётся играть король C5 или король C4. Бесполезно, король C5 придётся играть. Мы пойдём, приведём через G4, да? Да, надо на всякий случай проверить, может, мы после ладди B1, по-моему, эту пешку провести? Ну, нет, это смешно. Король F4 сразу. Сейчас ещё раз. Король F3, B5. Да, и у нас опять ничего нет, кроме каких-то бесполезных. Там ладди B1, король C6, и мы получаем то же самое худшее редакции. По-моему. Потому что он уже на D6 идёт, и на D6 король там всё и всех держит. Да, король F3 это бред. Король F4 сразу идти по этому же маршруту. Вроде бы тоже бред. Потому что он на C6 успевает. То есть B5, а я B1, король C6. Король F5. И гудение твоего компьютера перекрывает мой голос. Я ничего не могу говорить. Не сделай потише. Потому что я тебя нормально слышу, но гудение в одном ромбе с тобой. Ужас. Ну, так лучше. Чуть-чуть. Я бы 1 король C5. король C6. B5, король C4, B6. Ужасная тактика. Ну, голый счёт. Король C3, B5. Давай ладья B1, шлёпнем на удачу опять. Вроде бы там выигран. Давай-давай. Ну, на. И что, через G4 или F3? Ну, тут последний момент. Здесь в реальной парте это был бы последний момент, когда надо думать. То есть я, конечно, здесь говорил про что-то про на удачу ладья C1, ладья B1, но на самом деле довольно быстро это увидел. А вот этот момент реально важный. Потому что мы усилили ладью, и больше её усиливать никак нельзя. Надо выбрать маршрут короля. У меня практически полное ощущение, что король C4 и король F5 должны выиграть, а король F3 и король E4 действительно нет. Ну, давай проверим оба варианта и начнём с наименения вероятного. Король F3. То есть ход, мне кажется, плохой. B5. Шаг ничего не даёт. Король D6. То есть король E4. Единственный ход логичный. B6. Если ладья C1, то король D6. Мы опять ничего не добились. Поэтому король E5, король C6. Король E6. Король E6, B7. И ничего нет, видимо. Король E7. А, стоп. Король E7. Король C7. Король C7. Ладья C1, король B6. Ну, и какие-то вечные шаги будут. Ничья. Ну, король D7. B8 ферзь. Ладья B1. Поменяли. Король пошёл к этой пешке есть. Всё, ничья. Ну, или можно шаги сразу сдавать просто. Давайте я через G4. Это какой-то очень приблизительный расчёт. Но вроде бы не выигрывать. Король G4. B5. То есть потом ещё E4 продаем. Но кажется, ничего не меняет. Пока король G4. Ну, B6, предположим. Король E6. Король C6. Шаг. Король B7. Король D7. Король A7. Шаг. Король B7. Там, предположим. Ну, предположим, во Владья E1. И уже можно эту пешку забирать. Король A7. Владья E3. И Б7, шаг. Ушёл. Владья B3. Король A7. И король C7 выиграли. Короче, через G4 мы цепляем. По-моему, да. Король G4, B5. Король E5. B6. Король E6. Король C6. Ну, вот единственный, а чьи король пришёл. Ну, E4 имеет смысл, потому что он не может усилить позицию кардинально всё равно. Одними этими пешками. И мы должны эту пешку забирать, мне кажется. Владья E1. Король A7. Вот как только наш король туда придёт, на B8. Да, Владья E4, B7. Мы уже можем цеплять на пешку E. Шаг. Ушёл, шёл, шёл сюда. Король C7 выиграли. Если король G4, E4 сразу, тогда король F4. B5. Король E5. Б6. Шаг. Король D6. А, вот там E5 отключение. Это может быть ключевой вариант. Король G4, E4. Король F4, B5. Владья C1, шаг. Ой, то есть не Владья C1, шаг. Нет смысла. Король E5. Б6. Владья C1, шаг. Король B5. Это немножко противно, потому что у него есть это отключение. Король D6, E5. Неприятно. Да, вот это значит ключевой вариант сутки. Король G4. Чтобы короля на F5 не пустить, E4. Король F4, вроде ход единственный. B5 тоже ход единственный. Опять же, когда из Владья Шаг, то король просто на D6 приходит, поэтому король E5 играть кажется надо. Сам еще как король E4, надо будет, правда, проверить, но... Может быть, король E4. B6. Кроль E5. Кроль C6. Сюда. Владимир, король E4 не выигрывает. Короче, 4. E4. Король F4. B5. Ладно. Король E4. B6. Кроль E5. Кроль C6. Шаг. А, стоп. Что-то у меня уже, видимо... Кроль E4 не проходит точно, и проходить можно только Кроль E5 в этом варианте. Кроль E4. Кроль E4. Кроль F4. B5. Кроль E5. Кроль C6. Шаг. Это даже не тактика. Ну, это счет вариантов, конечно, не совсем тактика. Кроль E4. Кроль F4. Кроль E5. Кроль E5. Кроль... Как мы там играли? Кроль E4. Е4. Кроль F4. B5. Кроль E5. Кроль C6. Или B6. Наверное, B6. Да, B6, конечно. Шаг. Кроль B5. Кроль D6. Е5 он пытается отвлечь. Я вот сейчас думаю, может быть, на E5 мы не отвлекаемся. Кроль D5 играем. Не берем эту пешку. Точно, да. И теперь, если он играет E6, мы успеваем дать шаг отсюда. И съесть эту пешку. Кроль C6 пойти. И мы нападаем на мат. И он не успевает. Он должен королем ходить. И мы эту пешку задерживаем. То есть, такой вариант. Вот я сейчас... Ну, кому... Если мы все-таки два зрителя снимали. Я прав. Вариант был такой. Кроль G4, E4. Кроль F4. Так. B5. Король E5. B6. Ладец 1 шаг. Король B5. Король D6. E5 шаг. И здесь мы не отвлекаемся, а играем король D5. Если сейчас B7, тогда шаг. Король A6. Король C6. И мы съели эту пешку. А если не B7, а E6, тогда шаг. Король A6. Король C6. И мы напали на мат. То есть, если он играет E7, то мы не бьем пешку. Там король A7 и ничья видимо. А мы даем мат. То есть, и он должен играть куда-то королем, защищаться. И тогда мы уже бьем пешку. И мы успеваем задержать ферзя на двойном ударе. То есть, E7, ладь, а B7 шаг в конце и выиграли. Ты видишь же поражение этой идеи? Нет. Я вообще с самого начала не видел поражение этих идей. Рожей 4, B5. Крилл, в парте ты бы сыграл бы король F3 и была бы ничья. Да. Кого ты обманываешь. Да. Ну, вроде как, он не прошел по самому принципиальному варианту. Что, на мой взгляд, неправильно. Ну, теперь мне кажется, что ничего умнее, чем король F5 нет все равно. Ну, с какой идеей мы-то ходили на G4? Ну, да. Ну, король E6, кажется, победа. Король E6 против 6. Что? Король B7, король D7, E4. Мы забираем эту пешку, Ладь, Е1. Шли, взяли B7, шаг. Ушли, пытались сделать патовую ловушку, но ничего не прокатило. Король E6 против Игоря. Да, да, да. Доводятся один король D6, это не то, что нам надо. Поэтому прибежаем к королю. Теперь уже ладятся один ход единственный. Как мне кажется. Но больше ничего не усиляет позиции. Да, и выиграли. Ну, плюс 10 пунктов 2319. Не такое уж плохое рейтингу, тут дачки. Отлично. Всем спасибо за внимание. Человека с рейтингом 1800, эта позиция заняла 8 секунд, как и наряду Кирилла бы настолько же заняла. А вот. Абони себя сам. Хотя, может быть, он врет, что наиболее вероятно. Он шлепал. Да. Всем спасибо. Пока.